Здравствуйте! Вы смотрите Диалог. Сегодня с гостем нашей студии будем обсуждать земельные вопросы. Если эта тема актуальна для вас, присоединяйтесь к нам. Александр Васильевич Матарас, начальник главного управления землеустройства Гомельского облсполкома. Родился в 1973 году в Житковичском районе. Высшее юридическое образование получил в 1995 году в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы. Позднее окончил Академию управления при президенте Республики Беларусь по специальности «Международные отношения». Трудовую деятельность начинал помощником прокурора в Реческой межрайпрокуратуре. На протяжении трех лет работал судьей в Речице. В 2004 году занял должность начальника отдела хозяйственного суда Гомельской области. А в 2007 году заместителя начальника главного управления юстиции Гомельского облсполкома. На нынешней должности с 2009 года. На вопросы, которые касаются деятельности главного управления землеустройства, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 340-043. Свои сообщения вы также можете отправить в Вайбер. Номер плюс 375-29-340-043-3. Здравствуйте, Александр Васильевич. Рад вас видеть в нашей студии. Добрый вечер. Поздравляю вас с наступающим профессиональным праздником, который будет отмечаться в этот четверг, День работников землеустроительной службы. Спасибо большое. О том, какими еще событиями будет отмечена эта неделя, далее в нашем коротком обзоре. Во вторник, 19 февраля, состоится презентация издания «Афганский альбом. Гомельчане на далекой войне». Уникальная книга, подготовленная издательским домом «Гомельская правда», посвящена 30-летию вывода советских войск из Афганистана. В рамках акции «Славим человека мирного труда» на этой неделе пройдут церемонии награждения тружеников села из Добружского и Жлобинского районов. В среду, 20 февраля, состоится пленум Совета Гомельского областного объединения профсоюзов. В его ходе будут подведены итоги работы за 2018 и обозначены задачи на 2019 год. 20 февраля в Гомельском районе стартуют зимние республиканские соревнования по многоборью спасателей. В течение трех дней участникам предстоит пройти более 20 этапов с элементами отработки приемов проведения аварийно-спасательных работ в полевых условиях. На четверг, 21 февраля, запланировано рассмотрение результатов деятельности Гомельского областного комитета ООБ РСМ в минувшем году. 21 февраля в библиотеках пройдут акции, посвященные Международному дню родного языка. В пятницу, 22 февраля, во всех районах области и Гомели запланированы торжественные митинги и церемонии возложения венков и цветов, посвященные Дню защитников Отечества и Вооруженных сил Республики Беларусь. Торжества в честь 75-й годовщины освобождения района от немецко-фашистских захватчиков пройдут в этот день в Рогачеве. А в воскресенье жители райцентра получат уникальную возможность вернуться в те далекие военные времена и стать очевидцами событий, которые разворачивались в городе Героя в этот день 75 лет назад. А сегодня и прямо сейчас в прямом эфире мы обсуждаем с Александром Васильевичем земельные вопросы. Александр Васильевич, к этому времени службы и ведомства стараются уже подвести итоги работы в минувшем году. Насколько Вы удовлетворены тем, как сработала служба области в 2018-м? Меня, как руководителя, удовлетворяет то, что весь коллектив землеустрельственной службы работал напряженно, он имел четко поставленную задачу и стремился ее качественно, оперативно, вовремя выполнить. Ну а ключевая наша задача заключалась в одном – это эффективное и рациональное использование земель всех землепользователей, для чего бы эта земля не предназначалась. Наша с Вами ключевая задача сегодня – ответить на вопросы наших телезрителей. Они уже поступают на наш вайбер. Мы обязательно уделим ему время. А сейчас давайте посмотрим сюжет. На итоговые коллегии Главного управления землеустройства побывали наши корреспонденты. На этот раз заседание коллегии Главного управления землеустройства Гомельского облсполкома прошло в формате видеоселекторного совещания. Главная задача – уточнить приоритетное направление в сфере развития землеустройства региона. Круг рассматриваемых вопросов – от вовлечения в хозяйственный оборот нерационально используемых земель до содействия индивидуальному жилищному строительству. В настоящее время имеющиеся свободные земельные участки позволяют не только обеспечить ими всех нуждающихся, но и продать часть из них на аукционе. Правда, здесь есть одно «но». В настоящее время в области подобрано достаточное количество земельных участков для обеспечения всех желающих. В то же время у нас есть территории, где отмечается повышенный спрос на земельные участки. Это Жлобин, Речица, города Мозырь, Калинковичи, Светлогорск. Но в городах подобраны массивы, где количество земельных участков позволит в дальнейшем обеспечить всех желающих. В настоящее время там ведется проектирование, а также строительство инженерно-транспортной инфраструктуры. В городе Гомеле эта проблема решена за счет массива индивидуальной застройки Романовичи. В настоящее время там около 600 земельных участков еще можно сформировать. В эти зимние дни поселок Романовичи кажется нежилым, однако на самом деле это совсем не так. Достаточно значительная часть домов уже не только полностью построена, но и заселена. Тем более здесь создана практически вся необходимая инфраструктура, включая наличие электричества и газа. Правда, не бесплатно. Затраты на проектирование и строительство инженерной и транспортной инфраструктуры владельцам участков необходимо возместить. Впрочем, это не самая большая проблема для тех, кто решил построить собственный дом. Судя по увиденному, в Романовичах часть гомельчан с требованием возведения дома под крышу в течение максимум 8 лет вероятнее всего не справится. Так что не исключено, что в ближайшее время недострой вместе с участками будет выставлен на аукцион. Правда, теперь новым владельцам придется заплатить не только за землю, но и за незавершенное строительство. Это же правило касается и участков, выделенных для реализации инвестиционных проектов. Вообще, по количеству проведенных аукционных торгов по продаже земельных участков, город Гомель в Беларуси находится на втором месте после Гродно. На выделенных массивах появился целый ряд новых объектов – от торговых центров до автомоек. Однако и здесь заявленные проекты реализовали не все. Что касается 370-го постановления, это будут аукционы по продаже также незавершенных строительством незаконсервированных объектов, которые были, так скажем, нереализованы и не выполнены в рамках инвестиционного договора. То есть инвестиционного договора заключенным между инвестором и Республикой Беларусь. На данном виде аукциона предусмотрена продажа такого незавершенного объекта строительства и одновременно право аренды земельного участка, на котором расположен данный объект. Массовой вырубкой древесно-кустарниковой растительности в Гомельской области начали заниматься в конце 2017-го. В унитарном сельскохозяйственном предприятии «Славмол» Гомельского района с конца прошлого года занимаются вырубкой старого фруктового сада. Заложенный еще в 1965-м, сегодня он стал для хозяйства практически бесполезным. Уже в этом году на 37 гектарах посадят кукурузу. Вырубленные деревья тоже принесут пользу. Стволы используются на дровах, с ветвей и корней, получится щепа для работающей на местных видах топлива зерносушилки. В «Славмоле» просчитали затраты на вырубку бывшего сада полностью окупятся через 4 года. А неэффективная используемая земля принесет реальную прибыль уже этой весной. По этой же причине в ближайшее время в хозяйстве планируют вовлечь в сельхозоборот еще один занятый старым садом участок более чем в 30 гектаров. В 2018 году удалено древесно-кустарниковой растительности и вовлечено в сельскохозяйственный оборот 210 гектар земель сельскохозяйственного назначения. Из них 32 гектара – это земли под садами, которые имеют низкую бонтировочный показатель, то есть не плодоносящие сады. На 2019 год мы также планируем работать в данном направлении и раскорчевать более 210 гектар. Еще один способ увеличения посевных площадей – снос нежилых домов с последующей передачей участков сельскохозяйственным организациям. В Заспинском сельсовете Реческого района эта работа ведется не первый год. Только за последние пять лет здесь захоронили 385 подворий. Из карты района полностью исчезли 4 пустующие деревни. Непосредственно в деревне Ямполь, где проводились видеосъемки, в начале 60-х проживало более 420 человек. Сегодня нет и 90. В этом году здесь уже снесли шесть подворий. Еще по восьми соответствующее решение в ближайшее время должен принять суд. Проводить такую работу необходимо еще по одной причине – брошенное строение крайне пожароопасное, особенно в летний период. Да и дополнительные гектары для местного сельхозпредприятия лишними не будут. Земля после сноса домов, она вся земля передается в хозяйство, вовлекается. Я могу привести пример. Здесь рядом была деревня. В прошлом году мы полностью ее снесли. В прошлом году на этом месте уже росла прекрасная кукуруза. То есть земля у нас не пустующая. Работаем плотно с хозяйством. Руководство хозяйств идет наустречу, понимает, что земля не должна пустовать, не должна она свободной быть, а должна приносить какую-то пользу. Вы смотрите «Диалог» начальник главного управления землеустройства Гомельского облсполкома Александр Матарас у нас в гостях. Александр Васильевич, каковы сегодня правила обращения с такими участками, на которых стоят ветхие или пустующие дома? К сожалению, пустующих и ветхих домов в сельской местности достаточно. Так, впрочем, и не только в сельской, и в районных центрах. В этом году статус пустующих и ветхих домов распространен и на областные центры, и с ними будет власть работать. Но единственная конечная цель у органов государственного управления заключается в том, чтобы все неиспользуемые земельные участки, все пустующие ветхие дома нашли такого хозяина, который бы их содержал в должном порядке. Бытует мнение, что власть поставила перед собой цель снести как можно больше таких капитальных строений. Но я хочу сказать, что это не совсем так. Цель одна — это навести порядок. И призвать всех собственников, которые владеют такими зданиями, поддерживать их в порядке. Это и капитальные строения, как таковые, и земельные участки, на которых они расположены. И надо сказать, что нормативно-правовая база предполагает и ответственность конкретных собственников за содержание этих домов. Ну и конечное последствие нерадиво отношения к таким домам — это изъятие обращения в коммунальную собственность и последующее распоряжение. Лет — это либо снос этих строений, либо же продажа с аукциона. Если собственник против сноса этого дома, то как он должен поступить с ним? Если собственник против этого сноса, он должен его содержать в надлежащем порядке. Процедура работы с пустующими ветхими домами довольно-таки непроста с точки зрения прохождения ее. И при этом она предполагает судебное решение. То есть прежде чем этим домом нерационально используемым как-то распорядиться, проходится ряд инстанций. И конечная из них — это судебная инстанция, которая принимает решение о том, как дальше распорядиться этим домом. То есть оставить его у собственника, либо обратить в государственную собственность с последующим распоряжением. А в каких случаях меры ответственности применяются к собственнику? Вы говорили об этом. Меры ответственности наступают уже тогда, когда государственные органы обнаружили неэффективно используемый дом, который находится в запущенном состоянии, разрушается и аналогично происходит это и с земельным участком. Как только это зафиксировано, у государства появляется возможность, право привлекать к ответственности за такое содержание. И что она подразумевает под собой? Это штраф? Да, это штрафные санкции. И уже в последующем, если они не применимы или не дали эффект свой, обращаются в суд за обращением в собственность. Отказаться добровольно от такого участка можно, если человек не может его содержать по каким-то причинам и поддерживать там порядок? Бесспорно, процедура предполагает, что если кто-то не нуждается в такой собственности, он может от нее отказаться. И в последующем проходит процедура государственная по обращению в собственность государства. В сельсовет достаточно обратиться? Да, да. Необходимо обращаться в сельсовет, если это на территории сельсовета. Если районный центр, значит, соответственно, в райисполком. Александр Васильевич, сколько земли таким образом было освобождено и удалось вовлечь потом в сельское хозяйство? По итогам прошлого года на территорию области снесено более двух тысяч пустующих ветхих домов. И в сельское хозяйство, наоборот, только вовлечено более 700 гектаров земель. Принцип работы с пустующими ветхими домами заключается в том, что в первую очередь сносятся те дома, которые позволят в дальнейшем эти земли использовать в сельскохозяйственном обороте. Ну а дальше по нисходящей, это и лесное хозяйство мы передаем, это более 100 гектаров земельно-населенных пунктов отведены под эти цели. Конечно же, отдаем, но я бы поставил на первое место гражданам, желающим использовать эти земли в населенных пунктах. Мы не только предлагаем, но делаем все для того, чтобы граждане с максимальным издержком получили такие земли и пользовались ее, в первую очередь, для ведения сельского хозяйства, строительства индивидуальных жилых домов. У вас есть какие-то предположения, сколько еще вот в этом резерве своеобразном находится земли, которую можно было бы более эффективно использовать? Ну время идет, и что касается сельской местности, тенденция такова, что несмотря на то, что количество пустующих ветхих домов сократилось благодаря проводимой работе, но тем не менее они появляются, и буквально даже на 2019 год мы предполагаем, что около 2000 домов таких будет снесено. А за дальнейшей судьбой этих участков вы следите? Вы ответственны за то, что там будет дальше? Будет там кукуруза, как в сюжете, или ничего не будет? Это происходит в обязательном порядке, потому что мы перед собой ставим единую цель, что, мало того, снести дом, земля, на которой он был расположен, должна в дальнейшем эффективно использоваться. Потому что мы все понимаем, если снести дом и забыть этот земельный участок, то там будет еще больше беспорядка, чем было при наличии этого дома. В сентябре минувшего года были на законодательном уровне приняты новые меры по обращению с ветхим жильем. Стало ли в этом направлении легче работать сейчас? Бесспорно. Все законодательство предполагает конечную цель упрощения достижения итогового результата. И этот нормативно не стал исключением. Он нам позволяет государственным органам с меньшими затратами получить максимальный эффект. К тому же это полезно как для государства, так и для наших жителей Республики Беларусь. Потому что ранее, например, были сложности с приобретением этих пустующих ветхих домов. Как правило, проще было их снести, ежели найти нового собственника, который бы привел в порядок как дом, так и земельный участок. Сейчас законодательство позволяет это сделать гораздо проще. Сегодня в Гомельской области примерно 5000 свободных земельных участков, предназначенных для строительства, которые граждане могут взять для того, чтобы там строить жилье. А сколько очередников? Как у нас относятся спрос и предложения на этом рынке? Если брать в масштабах Гомельской области, то на одного желающего получается более двух земельных участков. Но это в среднем по области. Но как вы слышали в сюжете, есть определенные проблемы на территории конкретных регионов. И с этими проблемами мы стремимся бороться для того, чтобы получить конечный результат, чтобы дефицит земельных участков был устранен. Да, где-то дефицит, а где-то действительно есть выбор и достаточно широкий. Александр Васильевич, у нас есть телефонный звонок на линии. Здравствуйте, мы слушаем вас. Добрый день. Фермер из Реческого района. У меня вопрос по уплате земельного налога. Дело в том, что участок у меня раздельный получается, и мне нужно платить земельный налог под зданиями, сооружениями, и земельный налог по функциональному использованию земельного участка. А вот ставки где взять, я пока не могу найти, и ничего не получается. А заплатить нужно до 22 февраля. Что-то нужно пояснить или понятно? Ну, что касается налогообложения, то это тема инспекции по налогам и спорам территориальных. Но относительно законодательства и консультации, в том числе и по ставкам земельного налога, Управление по землеустройству Реческого района исполнительного комитета сможет дать должную консультацию. Продолжаем нашу беседу. А где сегодня наиболее востребована земля? Предполагаю, что в Гомеле, да? И около областного центра. Да, бесспорно. У нас тенденция такова, что все стремятся ближе к городу, и чем крупнее, тем лучше. Потому что самый высокий спрос, это, соответственно, в городе Гомеле. Но что касается индивидуального жилищного строительства, то как раз таки в городе Гомеле проблема предоставления земельных участков для этих нужд в целом решена. Потому что имеется достаточное количество земельных участков, которые могут быть предоставлены для этих целей. И мы достигли такого уровня, когда граждане гомельчане могут получить земельный участок, находясь в очереди менее года. Менее года. Помимо Романовича, где еще сегодня можно получить участок? Политика в городе Гомеле основывается на том, что тем, кто нуждается в улучшении жилищных условий, соответственно, получает земельные участки бесплатно, они получают в районе застройки так называемого Романовича. Если кто-то не нуждается в улучшении жилищных условий, обладает определенной суммой денег, он может купить земельный участок с аукциона. Такая работа постоянно проводится местным исполнительным комитетом. Достаточно количество этих участков формируется на аукцион и продается. Кстати, ознакомиться с этим перечнем земельных участков возможно на сайте Главного управления землеустройства в сети интернет. Эта информация там в постоянном актуальном состоянии. Там можно узнать не только о продаваемых земельных участках, но и о проданных. И таким образом понять, за какую цену можно купить земельный участок. А мы как раз поинтересовались у гомельчан, знают ли они, куда нужно обратиться для того, чтобы получить земельный участок. Давайте выслушаем их ответ. Я не знаю, если честно, но я думаю, есть же какие-то организации, в которые можно обратиться и как-то этот вопрос решить. Но как она называется, что, я понятия не имею. Обратиться в земельный кадастровый, наверное, земельный, где участки стоят на учете и спросить, какие есть под продажу и там приобрести его, узнать цену. Либо купить участника, который продает земельный участок. Без понятия. Не знаю, куда обратиться. Я хожу мимо землеустроительного участка, я бы, наверное, туда в первую очередь пошла и спросила бы, что делать. Или в налоговую, с чего начинать. Ну, райисполком, земельный там отдел или куда еще. Не, лучше не спрашивайте. Наверное, нет. Ну, мне как бы пока еще не скоро он, наверное, понадобится, поэтому как-то и не интересовалась. Как я думаю, в УКС обращаться, наверное, в заявление или райисполком. Я думаю, что сейчас через интернет можно все найти. Если честно, то не знаю, хоть я самая главная бухгалтер. Я не знаю, в одно окно, возможно, пошла бы. Я не сдавалась таким вопросом вообще, потому что я земельный участок не собираюсь приобретать. Но вообще так подумала, что пошла бы, наверное, в одно окно. В кадастровую службу, вот, на крестьянской у нас она есть. Туда обращались, в участок уже есть. Поэтому все строимся. Единственное, что, конечно, сроки маленькие на освоение. Посмотрите диалог. Сегодня с гостем в нашей студии мы обсуждаем земельные вопросы. И к нам присоединяется наш телезритель. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Дмитрий Карпович беспокоит вас. Из Гонеля. В 91-м году мне выделили участок для ведения огородничества, не под строительство. Вот, в 2002-м участок приватизирован мной по требованию руководства садового товарищества. Вот, мне сказали, что если я не приватизирую, то я не смогу продать. Теперь я хочу продать, потому что уже нет сил у меня обрабатывать. Мне уже 80. Я хочу продать. Мне опять вот так ставят препоны. Говорят, что теперь я не могу его продать. Так могу или не могу я продать свой приватизированный участок. Вот так. А если только наследовать, то кто может стать наследником? Уточните, пожалуйста, еще это в Садовольском товариществе, земельные участки, если там какая-то постройка? У меня нет постройки. Если бы была постройка, то я бы мог. Но мне участок выделен под ведение огородничества. Вот, для ведения огородничества. Поэтому я там ничего не строил, кроме туалета. Вот так. Больше строений у меня нет. Спасибо большое за звонок. Крепкого вам здоровья. Такой голос у вас хороший, бодрый, очень красивый. Ага, да. Спасибо вам. Александр Васильевич, прокомментируйте, пожалуйста, какая судьба этого участка, что нужно делать? Ну, относительно ответа по существу на этот вопрос, я хотел бы сказать, что в каждой конкретной ситуации существует ряд нюансов. В среде обывательская, часто говорят, приватизировал земельный участок, с научной точки зрения предполагается, что это приобретен в собственности. А на самом деле всего лишь оформлены документы на этот земельный участок, допустим, он находится по жизнонаследованию владений. Потому когда на таком вечном праве, то вообще речи не может быть о какой-то продаже. А можно вести речь только о передаче по наследству, когда наступают соответствующие обстоятельства. Но единственное, я телезрителю рекомендую обратиться либо к нам, Главное управление землеустройства Гомельского область полкома. Мы доступны в любых проявлениях. Это и прямая линия телефона. Александр Васильевич, номер телефона Дмитрий Карпович, наверное, оставил, я надеюсь, нашим редакторам. Если нет, то перезвоните, оставьте. Я очень вас прошу, поручите, пожалуйста, вашим специалистам с ним связаться и выяснить конкретную ситуацию и помочь 80 лет человеку. Обязательно сделаем. Мы в таком формате всегда и работаем. Спасибо большое. Есть, кстати, сообщения, которые уже пришли на наш вайбер. Как можно получить индивидуальному предпринимателю земельные участки в городском поселке Лоев для строительства торговых объектов? Поясните, пожалуйста, для бизнеса, насколько сложно получить землю? На наш взгляд, да, никаких сложностей в получении земельного участка, тем более в Лоев нет и быть не может. Варианты тут разные. Первый вариант, который сразу же я готов предложить, это пусть человек, во-первых, поинтересуется в отделе землеустройства Лоевского респолкома, если уже подобраны земельные участки для той или иной цели, в том числе для торговли. А если нет, то он может инициативно сказать о том, что вот мне нравится такой земельный участок, я хотел бы его приобрести. Специалисты с ним поработают и доведут его до логического завершения в получении земельного участка. То ли это будет аукцион, он оперативно сформируется и будет продан, тем более, что в Лоеве невысокие цены первоначально для продажи земельных участков. Да, это наверняка гораздо проще, чем в областном центре. А в течение какого времени гражданин обязан приступить к занятию земельного участка, предоставленного для строительства жилого дома? Законодательство установил один год с момента регистрации земельного участка. Это в агентстве по госрегистрации земельному кадастру. При этом занятие земельного участка предполагает конкретные строительные работы на земельном участке. Что нужно показать? Что должно быть? Фундамент или просто достаточно материала привезти? Мы на системной основе землеустроители работают по контролю за использованием земельных участков. Показывать ничего не надо, мы сами все увидим, потому что мы отслеживаем момент, когда зарегистрируем участок и когда наступает определенное обязательство. Определенные земляные работы уже свидетельствуют о том, что человек приступил к занятию земельного участка. При этом надо полагать, что не только приступил к занятию земельного участка, но и благоустраивать земельный участок, следить за тем, чтобы был порядок на этом земельном участке. Потому что если не соблюдать эти обязательства, то независимо от того, приступил или нет, есть вероятность, что участок будет изъять. Продолжим. Заканчивается срок временного пользования земельным участком. В какой срок и куда необходимо подать заявление для его продления? Когда предоставляли земельный участок во временное пользование, во-первых, принималось решение местного исполнительного комитета, достаточно поднять этот документ и увидеть там обязательства, которые там зафиксированы. Как правило, два месяца – это то срок, до истечения которого должно быть подано заявление местного исполнительного комитета. Если этот срок будет пропущен, то есть вероятность, что это право не будет продлено. Потому рисковать не стоит. У меня есть участок, я возвел на нем только фундамент, но обстоятельства изменились, не рассчитал свои финансовые возможности. Как мне поступить, чтобы не лишиться участка? Распространенная ситуация, да? Да, бесспорно. Но здесь я бы разделил подобных засройщиков на две группы. Это те, кто получал земельный участок в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и ненуждающихся. Если нуждающихся, то реализовать этот земельный участок можно только местному исполнительному комитету. Ну и практика подобная существует. То есть вернуть? Да. Второй вариант. Если он получал некак нуждающиеся в улучшении жилищных условий, то закон дает такое право в случае, если этот объект будет законсервирован. Спасибо. Выслушаем нашего телезрителя, который к нам дозвонился. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Добрый вечер. Я, Беляева Валентина Федоровна, являюсь застройщиком Романовича-2. Я хочу обратиться к Александру Васильевичу. Может быть, вы нас не помните, нашу семью. Пять лет назад мы с мужем и сыном столкнулись с несправедливостью, оказались в сложной ситуации земельного спора, поэтому были вынуждены обратиться к вам за помощью. Знаете, в отличие от многих чиновников-бюрократов, нас отфутболировали, старались отцепиться, что вы к нам отнеслись непредвзято, с пониманием, с поддержкой. Я просто переполняю чувства. Вы один из немногих людей, кто умеет слушать и слышать обычных людей. Ну, у нас все хорошо. Мы в настоящее время благополучно достраиваемся. Мой звонок. Я просто хочу от своей семьи поздравить вас с праздником предстоящим. И хотим вам выразить искренне благодарность за вашу компетенцию, позицию и высокий профессионализм. У вас можно учиться. Я тоже и сына в вашем стадии. Спокойствие, выдержки, отношения к людям. Я хочу вам пожелать здоровья, успехов, просветания и всего самого-самого доброго. Спасибо вам. Спасибо огромное за звонок. Спасибо большое. На самом деле для нас дорогого стоит такая высокая оценка. Вся наша команда стремится именно к такому результату и к такому труду. Очень приятно слышать. Ну, нужно продолжать, так или иначе. Берется ли во внимание обстоятельства жизненные, если человек не может продолжать строительство? Болезнь случилась, какие-то тяжелые затраты пришлось понести? В законодательстве изложен перечень жизненных обстоятельств, которые дают основание местному исполнительному комитету дать согласие на отчуждение земельного участка в такой ситуации, либо приобрести местному исполнительному комитету в коммунальную собственность с последующей продажей. При этом этот перечень законодательств не ограничил конкретными причинами. Он может быть на усмотрение местного исполнительного комитета и в иных случаях, как там указано. Местный исполнительный комитет вправе эти случаи коллегиально обсуждать и принимать соответствующие решения, позволяющие разрешить конкретную проблему. Александр Васильевич, довелось встретить такую цифру, что примерно тысяча человек в год становятся владельцами земельных участков. И при этом работники землеустроительной службы выдают примерно 30 тысяч предписаний нерадивым хозяевам. Что происходит дальше? Как эти цифры меняются? Сколько из 30 тысяч выполняют требования привести участок в порядок и вести свое строительство дальше? А сколько при этом лишаются этого участка? Ну, я скажу, что за 30 тысячами предписаний еще стоит примерно около 2,5 тысяч тех, кого привлекли к административной ответственности. Но это те, как правило, кто все-таки не услышал местную власть и по-прежнему забыл о своих обязанностях. Но наряду с административной ответственностью мы прибегаем и к крайней мере к изъятию земельных участков. Около 150 земельных участков на территории области в прошлом году было изъято. Повторяю, это крайняя мера, когда не позволили ни предписания, ни привлечения к административной ответственности добиться нам должного результата. А результат один – это использование земельного участка для той цели, которую государство предоставило. Изъятые участки реализуются через аукцион? Или не обязательно? Ну, когда мы доходим до изъятия земельного участка, если брать город Гомель, то с течением времени они приобретают уже соответствующую стоимость, поскольку уже, как правило, эти территории обеспечены инфраструктурой. Следовательно, они пользуются спросом у населения. Потому, как правило, мы их выставляем на аукцион. Хотя не исключается их размещение в перечень свободных для нуждающихся в улучшении жилищих условий. Насколько эффективно проходят аукционы в Гомельской области? Ну, эффективность конкретного аукциона зависит от ряда факторов, в том числе и случайных стечений обстоятельств. Потому что спрогнозировать желание конкретных потенциальных покупателей весьма сложно. Что вы оцениваете как успех? Вот когда вы бываете особенно довольны? Когда стоимость земельного участка увеличивается в десятки раз. Какая максимальная стоимость? Максимальная стоимость, опять же, это все зависит от того, для какой цели мы предоставляли, продавали земельный участок. Например, в прошлом году продавали земельный участок в городе Мозыре, который увеличил стоимость примерно в пять раз. И продали за 500 тысяч рублей. Это для ведения бизнеса, для строительства торгового объекта, супермаркета. А минимальная? А когда земельный участок незначительную площадь имеет и определенное целевое назначение, допустим, находится в каком-то небольшом районном центре, где кадастровая стоимость земельного участка низкая, мы зачастую продаем одному участнику, то есть начальной кадастровой стоимости, плюс 5%. Потому она может быть весьма незначительной стоимостью. А человек, который уже однажды лишился участка, он может в дальнейшем претендовать на то, чтобы получить второй? Законодательство не содержит запретов по ограничению такого круга лица, и любой желающий мы не отслеживаем, участвовал он ранее или нет. Был у него участок, не был, участвовал ли он в акционе или нет, человек имеет право стать... Совершенно точно. И мы поддерживаем такую позицию государства. Такое желание. Есть еще несколько вопросов, у нас около двух минут до окончания программы. А если я просто потерял интерес к строительству собственного дома, можно ли мне продать участок? Продать, повторяю, можно только в одном случае, если там есть капитальное строение, и то не всегда. Потому если желание пропало, самый надежный способ и путь – это отдать обратно местному исполнительному комитету. Повторяю, отдать. А со строением что произойдет? Оно будет реализовано вместе со строением? С аукциона вместе со строением. В законодательстве закреплен единство судьбы земельного участка и капитального строения, который на нем расположен. Потому отдельно продавать и тот, и другой объект невозможно. Так, было что-то еще. Здесь пришло новое сообщение. Немного для меня оно непонятное, потому что мало информации содержит. Но вашу просьбу я передам. Оно касается земельных участков в населенном поселке Май, Речицкий район. Обратите внимание, конкретная просьба – навести порядок с земельными участками. Что конкретно, то есть в каком плане порядок, может быть, в буквальном, да, может, беспорядок там на этой территории. Населенный поселок Май, я думаю, что в ближайшее время землеустроительная служба там побывает. Бесспорно. Мы всегда благодарны информации любой по поводу использования земель. Могут позвонить. Если где-то что-то заметили, то об этом, конечно же, можно сообщить. Считаем, что неправильно установлены границы, используемого нами земельного участка. То есть частью нашей земли пользуются соседи. Что в этом случае нужно делать? Тоже, наверняка, распространенная ситуация, к сожалению. Весьма распространенный и очень болезненный вопрос как для сторон, которые спорят, так и для нас. Потому что мы стремимся решить проблему, а всегда кто-то будет недоволен. Потому что если есть какая-то проблема, значит, необходимо обратиться за восстановлением границ земельного участка. Обращаются в Гомель и Проземпроектный институт. Но это в случае, если документы оформлены на земельный участок. Если не оформлены документы, то необходимо их оформить. И в процедуре оформления документов на земельный участок будут все эти вопросы разрешены. То есть будет четко установлена граница между соседями. Все спорные вопросы будут сняты. Решение местного исполнительного комитета. Александр Васильевич, еще раз вас поздравляю с наступающим праздником. Желаю, чтобы как можно меньше спорных вопросов возникало в службе. Побольше эффективных аукционов и благодарных покупателей. Спасибо большое. Спасибо. Начальник Главного управления землеустройства Гомельского облсполкома Александр Мытарас был сегодня нашим гостем. Спасибо вам за внимание, за ваши вопросы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин